Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринис. Добро пожаловать на очередное занятие в шахматной школе Евгения Гриниса. Сегодня мы играем против компьютерной шахматной программы Java Chess на равных. Т.е. мы не будем брать фору, но это занятие для начинающих, и начинающим, конечно, трудно просто так играть против любой шахматной программы. Для того, чтобы мы могли играть с Java Chess как начинающие, я ставлю себя в роль начинающего шахматиста. И для того, чтобы можно было играть с Java Chess, мы должны немножко сделать подготовку. Эта подготовка будет заключаться в том, что мы сделаем, чтобы Java Chess так же играла, как и начинающий шахматист. Где-то сильнее, где-то не так. Для этого есть такая возможность. Я нажимаю правой кнопкой мышки на доску, чтобы попасть в меню. Меню на английском языке. Есть тут Level. Level, уровень. И уровень Search Depth. Глубина расчёта вариантов. Вот за счёт этой глубины расчёта вариантов мы можем регулировать силу игры программы. Вот мы видим one ply, two plies, three, four, five, один, два, три, четыре, пять. А ply это полуход. Это даже не один ход, а полуход. То есть, допустим, ход белых это ply будет по-английски. А если белые сделали ход и чёрные, это будет два ply. Значит, мы поставим программу, её глубину расчёта в один ply, в один полуход. И тем самым мы сделали, что Ява Чес играет как начинающий шахматист. Она не может считать глубоко. Давайте мы вот ещё что сделаем. поменять доску. Будем играть чёрными фигурами. И чтобы программа сделала ход, я нажимаю вот на эту кнопочку в середине, и он делает ход. Ну, вообще программа, она что-то там понимает в дебютах. Можно у неё поучиться. Она не будет ставить коней на края доски. Она будет развивать фигуры в центр пешки, занимать центр. Ну, попробуем играть как начинающий. Посмотрим, что из этого... О, какой-то необычный ход она сделала. Мы выводим слона вот сюда. Он видит, что мы напали на пешку. Мы должны стараться видеть дальше, чем эта программа. Значит, мы напали, и он защитился. Мы видим, что нельзя брать пешку, потому что она защищена конём. Выведем ещё одного слона. Когда мы играли партии против компьютера, имея материальный перевес, у нас была стратегия менять фигуры. И тем самым мы доводили наш перевес до победы. Сейчас у нас нет перевеса, поэтому трудно сказать, можем ли мы менять с ним фигуры. Но мы посмотрим, где же он будет ошибаться, где же он не будет видеть. Значит, так как сейчас я играю, называется дебют Гиппопотама. В одном из видео для начинающих я рассказывал о том, что есть такой дебют, что его можно играть. И он легко и очень изучается. Это не классический. Вот видите, как он интересно ходит. Это уже он вышел из дебюта почти, и не знает, как дальше играть. Особенно против дебюта Гиппопотама. Смотрим, не прозевал ли он нам пока ничего нет. Ну, попробуем коня отогнать. Вот он просто ушел. Ну, и поставим короля сюда. Это всё также входит в схему Гиппопотама. И вот этот ход. Значит, вот такое интересное построение. А теперь можно начинать думать, какие пешки двигать. Мы можем думать, или нам эту пешку двинуть вперёд. Может быть, эту пешку двинуть вперёд, напасть на слона. А может быть, вот эту пешку двинуть вперёд, атаковать, по крайней мере, центр его. Ну что, мы пока ничего не выиграли, ничего не проиграли. Давайте будем дальше. Вот он что-то ходит ладьями туда и сюда. Не знает, что ему делать. Надо нам подумать, как он хода видит. Может, он ничего не видит? А ну-ка, мы сейчас нападём на его слона ферзём. Может быть, он не увидит? Хотя на пол хода. Видите, увидел, что ферзь под боем и защитил его конём. Но не дальше. Он не видит ничего дальше. А дальше мы можем напасть на его слона. Он бьёт, и мы берём пешку. Он оставил под боем слона своего, но напал на нашего коня. Интересно, конечно. Интересно то, что слон его больше не имеет полей для отхода. У него был, когда пешка здесь стояла, у него был отход, по крайней мере, сюда. А теперь это поле контролируется нашим слоном. Ну что, он напал на коня, нам надо конём отойти. Что он дальше будет делать? Ну, посмотрим. Он берёт. Ну, я побью, наверное, всё-таки конём. И мы можем попробовать вот эту пешку у него съесть. Он отдаёт нам слона, и мы берём своим слоном. Так, напал на нашего слона. Надо его защитить. Так, хорошо, он отыграл пешку. Попробуем за ней пойти. Надо учиться у компьютера. Да, он сейчас играет хорошо. Он защитил эту пешку спокойненько. Хотя думает, что сейчас какой-то ход сделал слабоватый, и мы можем эту пешку побить. Вот он меняется. Он любит меняться. Так, считаем. Раз, два, три, четыре, пять пешек у нас. Ага, у него тоже пять пешек. Что-то я думал, что мы выиграли что-то. Ну, посмотрим. Значит, открытая линия С, мы её занимаем, и нападаем на его пешки. Так, а теперь думаем. Он напал. Мы можем побить его пешку ладьёй. И если он побьёт пешку с шахом, что мы будем делать? Это уже довольно, мы считаем, далеко, но надо думать, что же мы будем делать. А если мы его побьём, он наш побьёт ладьёй. А ладья наша здесь. Вот думаем. Наша ладья стоит здесь, его ладья стоит здесь. Не будет ли его король в опасности? Потому что он стоит здесь зажатый. И не дадим ли мы ему шаг по первой линии? Куда он пойдёт? Ещё раз смотрим. Если мы берём пешку, и он берёт нашу пешку с шахом, мы берём коня. Он берёт ладьёй, мы даём ему отсюда шахом, и он может только ладьёй защититься и получит мат. Потому что королю идти нет, некуда, у него нет форточки. Если мы побьём пешку, он побьёт слона. Мы берём, и у нас будет лишняя пешка. Причём очень сильная. Две пешки будут проходные. Давайте вот так и сделаем. Вот он что. Вот что значит, компьютер не может далеко посчитать. А что ж ты тут насчитал? Вот так. Нам шаха нет, даём ему вот такой шах, он закрывается, даём ему шах, мат. Интересно. Никто его не заставлял... Вот идём назад, смотрим. В этот момент. Ведь никто не заставлял его бить эту пешку. Было видно, что этот вариант для него плохой. Тем не менее он побил. Но давайте посмотрим эту партию сначала. Он занял пешкой центр. Д4. Хороший ход. Мы начали систему гиппопотама. Этот ход не совсем понятный, но теперь он защитился. Мы развили слона и одновременно атаковали пешку. Мы выводим второго слона на большую диагональ. Это называется фенкетирование. И он знает, что надо занимать центр пешками. Е4. У него сейчас сильный центр. Е4, D4, защищённый. Но это и есть система гиппопотама, что мы даём ему занять центр и атакуем его слонами. Он его пусть защищает, но тем не менее его центр под ударами. Вывел слона. Этот ход входит в систему гиппопотама. И чтобы его слон не был таким уж активным здесь, ограничиваем его. Рокировка. Можем учиться у компьютера, как занимать центр, как выводить фигуры по центру, рокировать. Так, второй ход из системы гиппопотама. Защитил пешкой центральную пешку. Всё хорошо. Ну, этот ход не развивает фигуру, не развивает ладью. В общем-то потеря темпа. И так, мы выводим ещё коней. Вот этот уже ход хороший. Он защищает центр, центральную пешку. Ладья защищает надёжно. Можно освободить коня после этого. Куда-то, например, сюда пойти. И потом можно сюда пойти. И потом вывести этого слона. Потому что конь не даёт выхода слону. И поэтому этот ход хороший. Мы сделали рокировку. Ну, вот этот наскок непонятный. Не совсем понятный, что он хотел. Мы на него напали пешкой. Хотим его побить. Если вы смотрели лекцию для начинающих, как ходят фигуры, была лекция правила, что и пешки бьют по диагонали, а ходят вперёд. Он вернулся. Потерял, это называется, потерять темп. Так как он просто сделал два хода, и мы укрепили эту пешку королём. На всякий случай ушли из диагонали вот этого слона. Ну, вот такой ход. Непонятно тоже, что он особо даёт. А может быть, он хочет слона вывести? Другое дело куда-то. Сюда или сюда. Посмотрим, с какой целью. Мы завершаем построение гиппопотама. Вот такое. Значит, пешки вот так стоят, кони здесь, слоны фенкетированные. И обычно вот так мы ставим пешки. И смотрим, что же белые делают. Ага, вот вывел. Всё-таки он для этого ходил пешкой, чтобы вывести этого слона. И мы делаем такой ход c5, ограничиваем сразу этого слона и атакуем опять же центр. То есть, система гиппопотама построена на том, чтобы атаковать пешечный центр противника. Слоны атакуют. Сейчас пешка подключилась. Вон ещё один ход ладьёй сделал. Ну, может быть, он какой-то имеет смысл. Если мы возьмём в центре его ладья окажется на открытой линии. Вот в этом может быть смысл. Мы пошли сюда ферзём, немножко укрепляя нашу пешку, чтобы она была защищена. Видите, у нас... Мы стараемся, чтобы всё было защищено, чтобы мы не подставили ничего. Вот мы должны следить за тем, чтобы каждая пешка, каждая фигура была защищена. В данный момент вот конь не защищён, но пока он не атакован. Но надо иметь в виду, что у нас одна незащищённая фигура есть, не считая ферзя. Ферзь всегда может уйти. Такой ход немножко неясный, какой у него смысл. Может потом мы поймём. Вот я убрал этого коня заодно. Он был не защищён, и я пошёл им вперёд. Опять же нападаю на пешку. Вот теперь есть такая угроза. Сколько нападений на эту пешку? Одно нападение пешкой, второе конём, третье слоном. А защиты у неё, значит, одна пешкой и конём. Это недостаточно. У нас три нападения, две защиты. Ему необходимо защитить эту пешку третий раз, иначе мы её сможем взять. Он не защитил. Но его выручает, правда, один момент. Что если мы здесь побьём, как мы говорили, ладья окажется на открытой линии, и будет стоять против ферзя. И, может быть, брать эту пешку потом конём будет опасно. Потому что его слон может отскочить, например, взять даже эту пешку, и ладья будет атаковать ферзя. Мы напали на слона, и пока ничего не подставляем. Он отошёл. Но опять же, да, есть у нас три нападения, но связка, вот эта ладья стоит на линии ферзя, и как бы связка такая. А вот теперь я убрал ферзя, во-первых, с действия линии ладьи напал на его слона. И вот у него слона есть отход сюда. Но если он сюда пойдёт, мы можем побить вот эту пешку и одновременно нападать на слона. А потом быстренько вернуться ферзём, так сказать, разбойное нападение. В общем-то, я думал, он должен уйти, и мы берём и убегаем. И у нас лишняя пешка. Но он защитил конём. Увидел, наверное, что-то, что пешку теряет. Здесь, вообще-то, была возможность... А, нет, если была возможность взять вот здесь в центре и побить конём, может быть. Но дело в том, что эта пешка у нас остановилась под боем, и слон его мог её побить. Ещё раз смотрим. Если мы берём здесь, он берёт, мы берём конём, учимся считать на несколько ходов вперёд. Иначе без расчёта всё-таки в шахматы играть нельзя. Вот компьютер считает на пол хода, до какого-то момента играл, а потом что-то произошло. Значит, учимся считать варианты. Потому что варианты форсированные. Можно считать, когда вариант форсированный. А что такое форсированный вариант? Когда на каждый ход есть только один ответ. Вообще-то, здесь есть и другой ответ на взятие пешки. Но мы считаем, если он берёт пешкой нашу пешку, мы можем побить конём его пешку. Но он может побить своим слоном нашу пешку. и одновременно напасть на ладилу. И выигрыша материала не получается, не видно. Поэтому это может быть и невыгодно. Кроме того, есть и другие варианты, конечно. Могут быть. Например, мы берём его пешку, а он сразу берёт эту пешку и нападает на нашу ладью. Это тут уже дальше немножко сложнее. Это может не форсировано быть. Так, как мы решили эту проблему? Напали на него пешкой. Расчёт был такой. Вот если он берёт здесь, и мы берём пешкой. И тут уже он должен уходить слоном. Это форсировано. Слон его висит. Если пешка на него нападает, то он должен уйти. И если он сюда уходит, то план наш был побить вот эту пешку. И у нас пешка лишняя. А пешка может решить партию, потому что это материалы. Пешка может в конце партии превратиться в ферзя. Поэтому перевес в одну пешку уже... Это перевес. Это уже не равная позиция, а позиция, где у чёрных перевес, который нужно будет реализовать. Но он нашёл здесь какой-то хитрый ход. Ага, нет, он побил. Побили, побили. И вроде, казалось бы, ему надо уходить слоном, но он какой-то ход нашёл. Напал на коня. Ну, вот тут, может быть, нам надо было как-то по-другому сыграть. Что он, собственно, угрожал? Да, тут была такая... Вот, например, если просто выбрать коня, например, сюда. Вот. Кажется, слон висит его. И уже отхода нет. Вот так. Но надо посмотреть, а не было ли у него другого какого-нибудь хода. Потому что надо смотреть ходы противника. Что он задумал? Почему он пошёл пешкой вперёд? Он должен был тоже что-то иметь в виду, посчитать варианты. Значит, мы уходим, и у него находится ход ферзём сюда, на d2. И этим ходом он связывал эту пешку. Она не могла бить слона, потому что за ней был ферз. Коня уже тут нет, ферз не защищён. Значит, конь ушёл, ферз d2. И если бы мы взяли, то он бы забирал нашего ферзя. И вот таким вот, называется тактическим способом, он защищает слона. И не уходит. И мало того, ферз бы его атаковал эту пешку нашу второй раз. Один раз она атакована слоном, второй раз ферзём. И у нас были бы проблемы. А как же её защитить, эту пешку? И кроме того, да и короче не видно, как её защитить. Чем? И начинались тут осложнения, которые нам не нужны. Потому что мы не умеем далеко считать. Поэтому я только что мог увидеть, вот этот ход ферз d2 я увидел. Что на отход коня можно было сюда уйти. Может быть можно было вот сюда уйти. А может быть и сюда уйти вниз. Но на любой этот ход у него был вот такой ход. Ферз d2. Неприятный для нас. Пешка наша сразу становилась под боем, под удар. И мы ничего не выигрывали. Поэтому я сделал ход конём в центр. Идея теперь такая. Я увидел его ход ферзь d2. Но я поэтому так пошёл. А если он сейчас пойдёт ферзь d2? И захочет нашу пешку съесть. Но я этим ходом напал на его слона. Конь напал. И я могу его побить. А слон защищён ферзём. Я беру слона. И ему надо брать коня. Если он берёт нашего коня, то ферзь уходит с d2. И тогда мы можем спокойно взять пешкой его слона. Надеюсь, вы поняли, о чём я говорил. Например, у него мог быть ход ферзь d2. Но слон его под боем. Мы его берём. И мало того, что мы его взяли. Мы ещё и пешку защитили свою. Конь защитил эту пешку. Лишний конь. Вилка на 2 ладьи. Ему ничего не остаётся, как брать этого коня. И мы берём слона. Ну, дальше могла, конечно, тут игра. Он мог тут взять. И у нас пешка под боем. Но мы фигуру выиграли. Фигура эта уже больше, чем пешки. Но он сделал как-то иначе. Он сначала побил нашего коня. Мы взяли конём с такой же идеей. С идеей, если ферзь d2, то конь берёт на d3. Но он здесь, по-моему, отошёл слоном. Вот теперь он отошёл слоном. Теперь мы думаем. В принципе, можно было брать эту пешку. Но надо было думать, не попадает ли ферзь здесь в какие-то неприятности. Но не видно. Не видно. Потому что ферзь хочет потом вернуться. Не знаю, я взял пешку или я сделал что-то другое. Вот. Мы взяли. И мы этим ходом выиграли пешку. Вопрос теперь в том, что он может сделать за эту пешку. И он берёт нашего коня. Но вообще-то, если нет какого-то конкретного варианта, то такой слон, по идее, сильнее коня. Сильный слон. Но правда он сейчас под боем. Но вот я бы не отдавал такого коня. Он увидел, что его слон под боем и решил отдать. Мы берём. И теперь у нас сильный слон. Вот этот чернопольный слон. Он сильнее, конечно, вот этого коня. Ведь если сравнить фигуры, вот у нас белопольные слоны. А теперь у нас этот слон, который атакует королевский фланг. Который держит вот эту диагональ всю. И я думаю, что он посильнее, чем коня. То есть мы имеем лишнюю пешку и мы имеем более сильную фигуру. Но вообще-то он тут что-то начал крутить. Вот он напал. Может он имел ввиду какой-то конкретный вариант. Когда он брал слоном, не знаю, как он его рассчитал с его полуходом, но он напал на слона. И ладья его вторглась на седьмую горизонталь. Значит, можно учиться у компьютера в этом смысле. Его ладья стояла на открытой линии. И когда есть возможность вторгнуться на седьмую, а седьмой ряд называется обжорный ряд, потому что здесь все часто пешки стоят. Но у нас тут одна пешка. И вот фигура стоит. Мы должны сейчас эту фигуру или убирать, или защищать. Вот. Я защитил, но он побил мою пешку на e6. А я не могу его брать, потому что ладья связывает. Это был неприятный момент для чёрных, для нас с вами. Вот. Ну, хорошая новость была, что у нас эта пешка была лишняя. То есть сейчас пешок поровну. 6 у чёрных, 6 у белых. Ну, плохая то, что это неприятно. Ладья на седьмой линии. Значит, ферзь наш быстренько возвращается назад. Атакует эту ладью. И он забирает пешку. В этот момент у него 6 пешек, а у нас 5. Но, думаем, у нас сильный слон. Даже сказать, очень сильный слон. Такой фигуры равноценной у чёрных нет. А эту пешку мы надеемся всё же забрать. Она стоит близко к королю. Вот, ферзём нападаем на неё. Правда, у него есть защитник. Он пошёл слоном. Защитил. В принципе, защитил её крепко. Ну, хорошо. Мы подошли к королём, чтобы пешка сдуру не стала ферзём. Вдруг, чтобы можно было её побить. Ну, и теперь смотрим. Хорошо, мы без пешки. Но у нас, правда, слон сильный. И, может быть, мы её заберём потом. Посмотрим. И вот непонятный этот ход, честно говоря. И он сам такого сильного защитника этой пешки вдруг ставит на размен. Наверное, он решил, что когда имеет лишний материал, надо менять фигуры. Но не такие фигуры. Поэтому мы побили. Он берёт ферзём. Ну, и теперь пешка оказалась просто, что её можно взять. Вот этот 2-х он сделал слабый ход. Вот этот вот слоном. То есть, разменял защитника этой пешки. Нам ещё надо было... Вот, смотрим сюда. Я не знаю, что он так испугался нашего слона. Но слон атакует эту пешку. Но эта пешка защищена ладьёй. Ну, может быть, ему надо было выводить фигуры, выводить коня каким-то образом. Сюда, туда, куда он может выйти. Сюда, потом сюда. И как нам эту пешку так просто забрать? Не ясно. Не ясно. Это он облегчил нашу задачу. Тут я не знаю, что сработало в этой компьютерной программе, что она решила размениваться. Ну, и после размена, он ещё и поменял ферзей, стало поровну пешек. 5 пешек у него, 5 пешек у нас. Что он здесь сделал? Тоже непонятный ход. Значит, вот вывод. Компьютер... Это уже окончание. Мало фигур. По две фигуры. Компьютер плохо играет окончание. Как и многие начинающие, потому что у начинающих партий обычно до окончания не доходят. И заканчивается где-то в начале или в середине игры. Потому что здесь ему надо было занимать открытую линию. Вот это единственная открытая линия С. Кто её занимает, тот и у того большой перевес. Потому что такой линии больше нет. Вот он должен был её занять. Если бы у него была техника игры в окончании. Да и даже не только в окончании. Надо занимать открытые линии ладьями. А он вместо этого сделал непонятный ход. Эта пешка у нас защищена. Компьютер просто любит нападать на чужие фигуры и пешки. Вот это мы можем заметить. Слабость игры в окончании и просто атакует, хотя это не имеет большого смысла. Но раз он не занял эту линию, заняли мы. И это даёт уже чёрным ещё больше перевес. Значит, первый перевес у нас то, что у нас более сильная фигура. Слон сильнее коня. Второй у нас открытая линия. Значит, у нас позиционные факторы в нашу пользу. Вот теперь он выводит коня. И, наверное, он хочет его поставить вот сюда, на c4. Если он сюда коня поставит, то... Ну, не говоря о том, что он нападёт на слона и на пешку. Это мы можем защитить королём. Но он перекрывает действие нашей ладьи по открытой линии. И как бы блокирует эту открытую линию. И сводит этот перевес на нет. Значит, что мы должны сделать? Прыгнуть нашей ладьёй туда, где конь её не перекроет. То есть, мы используем эту открытую линию и прыгаем. Заодно нападаем на его пешку. Хотя она защищена конём. Но мы нападаем им. Потому что мы знаем, что конь его может уйти. И тогда эта пешка будет без защиты. А главное, что мы сохранили этим ходом за собой открытую линию. Этот перевес мы сохранили. Король наш может подойти. Слон у нас хороший. Смотрим, что он дальше. Дальше компьютер опять любит атаковать чужие пешки и фигуры. Забывает, правда, про свою пешку. Ну и там мы показывали вариант, который в партии случился. Мы взяли его пешку. И он, считая только на один ход вперёд, будем говорить... Наверное, не увидел. Здесь надо было рассчитать на два или на три хода вперёд. Значит, надо было посчитать, можно ли ему брать эту пешку. Если он её берёт, мы берём слоном. Вот это его был первый полуход. Мы берём слоном, а вот это уже дальше пошло из-за его возможности расчёта. И если он берёт ладьёй, мы ему ставим здесь мат по первой горизонтали. Так как нету форточки. Иногда надо в партии делать форточку. Вот в системе гиппопотама так точно есть форточки. Мы ходили g6, и сразу у короля была форточка. А потом ещё и h6. И вот, может быть, потому что он был ограничен возможности считать варианты достаточно глубоко, и он бьёт нашу пешку. С шахом мы берём... Но хотя бы здесь он должен был увидеть, что нельзя брать этого слона, что если возьмём слона, он возьмёт мат. Тем не менее, он берёт слона, и он получает мат. Ну что ж, вот я вам и показал, что и начинающие могут играть против компьютера. Если играть просто, конечно, его стандартную силу, то, наверное, как начинающим будет слабовато. Но есть возможность здесь, видите, установить Level, и здесь Search Apps, и можно поставить один, два, три, четыре, пять ходов. То есть это может быть не начинающий, это может быть даже более сильный шахматист, который может установить компьютеру какой-то уровень, там, три хода, четыре, пять, и посмотреть, на каком уровне он может с ним играть. И мы увидели, что на уровне один ход расчёта, один полуход, даже начинающие могут с ним совладать. Ну что ж, спасибо за внимание. На этом это видео заканчивается. Всего доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok